75 лет назад закончилась Вторая мировая война, самая кровопролитная за всю историю человечества. Война, в которой приняли участие 62 страны и 73 существующих на тот момент. Ровно три четверти века назад советские войска взяли штурмом Рейхстаг и водрузили Красное Знамя Победы. 75 лет назад кошмар под названием Вторая мировая война был закончен. Война по разным оценкам унесла жизни от 65 до 80 миллионов человек, и треть из них приходится на Советский Союз. Кто помог одержать эту непростую победу? В военное время нужны были все, и лишь немногие работали по своей профессии. Плечом к плечу в окопах стояли учителя и музыканты, кузнецы и строители. Так в армию забрали всех трактористов, потому что по сути тракторист это готовый механик-водитель танка. Исключение делалось только для тех, кто участвовал в сборе урожая. Все-таки собрать зерно для голодающей страны было не менее важно. Тех, кто в мирное время работал поваром, брали в полевые кухни. Обычно это были люди в возрасте, уже негодные к строевой службе. Но хороший повар, умевший приготовить еду из скудных продуктов, высоко ценился сослуживцами. Спортсменов брали в лыжные бригады и в десант. Медиками за год войны была оказана помощь миллионам раненых и больных, большинство из которых было возвращено в строй. То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом, говорил маршал Иван Баграмян. В тылу же все, кто мог, стояли у станков, пока не начинали валиться на землю от усталости и голода. Такого понятия, как выходные дни и отпуск, тогда и не могло существовать. Многие жили и спали там же, где работали. Благодаря этому подвигу, к концу 1942 года советские предприятия вышли на свой довоенный уровень производства. В СССР было разрушено 1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий. И после войны страну начали восстанавливать. Профессиональные военные превращались в каменщиков и штукатуров, плотников и кровельщиков. Генеральный план восстановления и застройки разрушенных городов разрабатывали ведущие советские архитекторы. А еще пережившие войну люди стремились учиться. Ведь в те сложные, но позитивные годы созидания и восстановления было престижно стать ученым. К 1950 году было восстановлено и вновь построено 6200 крупных предприятий. Промышленное производство превзошло довоенное, а спустя несколько лет была заложена космическая программа. Наши прабабушки и прадедушки сумели пережить это страшное испытание и вышли из него еще более сильными. Сегодня, в преддверии юбилея Великой Победы, мы вспоминаем героев наших семей, чьи фамилии мы носим и чью память чтим. Моя профессия – моя история. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ